За два дня сразу семеро бобручан стали жертвами интернет-мошенников. Злоумышленники действовали через сайты объявлений. Женщина хотела продать свадебное платье. В итоге потеряла 1750 рублей. В двух других случаях жертвы избавлялись от детских кроваток и также лишились кругленькой суммы. Предприимчивый молодой человек опубликовал объявление в сети, чтобы выручить несколько десятков рублей за наушники. С его карты сняли 2000. По словам оперативников, аферисты работают по одной схеме. Находят продавцов, втираются в доверие. Заверяют, что готовы купить товар, но находятся за пределами города. Под разными предлогами выпрашивают реквизиты банковской карты. Говорят, что готовы купить товар на 100% и предлагают альтернативные способы оплаты. Либо предоставляют фишинговую ссылку, по которой люди переходят и вводят реквизиты банковской карточки, после чего деньги пропадают. Либо просят предоставить реквизиты банковской карточки, чтобы злоумышленник перевел якобы покупателя деньги. Стражи порядка напоминают, при первых же подозрениях надо выходить с покупателем на связь, общаться по телефону. Если уже успели сообщить реквизиты или ввели данные на подозрительном сайте, следует заблокировать карту и позвонить в милицию. За такие киберпреступления предусмотрена уголовная ответственность. Мошеннику может грозить лишение свободы до трех лет.